привет девочки у нас сегодня будет очередная часть видео о палетках теней в этом видео по крайней мере будет практически только палетки и начнем со сверкашек так наверное с палетки с которой я хочу начать это моя одна из любимых шоколадок в коллекции мне нравится вот этот корпус вообще мне очень понравился дизайн шоколадки несмотря на то что слизывали они его с туфейст знаете чокладба мне кажется революшн удалось лучше то есть она это шоколадка больше похожа на шоколадка чем палетки туфейст и конечно мне нравится что они начали играться с цветами корпуса то есть вот этот подтаявший шоколад и сама плитка она бывает разного цвета так же как и вот это основная скажем начинка вот и вот это я не знаю просто мне такой цвет средний между розовым и малиновым безумно нравится так это теркиш дилайт если бы вот нужно было выбрать тройку тройку любимых палеток шоколадок то она бы в нее вошла в эту тройку у девочки кстати смотрите как приливается лак хотя не особо видно так давайте увеличим слишком давай уменьшим так не хочется концентрироваться давайте не хочет концентрироваться ждать приходится слишком долго и так не могу короче девочки хотела вам показать что на вот это в лаке который я вам показывал в одном из прошлых видео он совершенно матовый я нанесла сейчас блестки эти блестки это лак кико этому лаку 8 лет девочки я покупала его в италии когда была и когда это мое было первое знакомство с брендом кико и я думала вот что бы мне чтобы купить привезти из этого путешествия и я привезла тогда лаки привезла два лака оба они с блестками вот такие вот сейчас конечно это 228 но кико перевыпустили всю серию я не знаю сейчас под какими они идут под какими номерами но вот мне кажется что у кико круче всего все что с блестками то это точно очень крутое и вот этому лаку вот он уже на был долгое время до половины да из расхода он и все это время он не сох и вот сейчас он буквально на дне вот посмотрите сколько у вас таз кстати он был в project pain у меня и смотрите как он переливается и я сюда ничего не добавляла девочки ну это супер так все теперь только о тенях итак turkish delight покажу вам эту палеточку здесь палитра очень интересная конечно в первую очередь что мне поразило это количество зеленых оттенков то здесь есть нас поспас по сути здесь вот этот темно зеленый такой сатиновый и вот эти два оттенка необыкновенно красивые посмотрите и так же есть такой желто зеленый шиммер ой блин не набирается подсохло немного так вы посмотрите сухся ну что и следовало ожидать в эссенс хотя бы знаете когда начинает подсыхать подсыхает в глиттерах верхняя часть верхний слой если начинаешь вот так подкапывать то вот это желе оно как бы становится опять свежим здесь такого нету жалко конечно но ладно это я этого ожидала так вот такой травянистый давайте я наслою иначе будет не очень видно и вот такие вот два довольно ярких сатиновых оттенков вот это хотя бы может быть немножечко в металлику уходит но в общем днем он так ярко не вы ой взяла так сейчас девочки вот этот вам нанесу блестки показать сами блестки глиттеры красивые видите смотри какой шикарный получился жалко конечно что начали высыхать но об этом еще раньше девчонки говорили когда мне тоже хотелось купить палетку с глиттерами исключительно с глиттерами но девочки быстро заметили что там глиттеры начинают высыхать ну их можно оживить в принципе так и мне конечно еще здесь понравился вот этот вот такие оттенки они всегда у меня практически любимые медный вот этот шикарный оттенок розовенький и в принципе все остальные тоже классные девочки в этой палетке мне нравится ну все и матовые здесь тоже красивые интересные и макияжи получаются очень интересные с ними ну вот это не очень интересным припудривать можно так подождите вот это не очень ярко получилось вот она все еще пахнет розой здесь вроде как действительно есть добавление добавление розы но по-моему не в тени хотя я уже не помню это уже было я не знаю когда я купила в прошлом году я думаю в прошлом году да ой первый раз вот запах розы мне реально нравится они раздражают ни капельки так обычно какой-то химический получается так и давайте уже и эти глиттеры я тоже так эти как-то еще получше наносится но они на подложке классно смотрятся девочки пока они не засохли я их давно не наносила уже не делала с глиттерами макияж отсюда они у меня не осыпались тогда но сейчас конечно же нужно уже точно сажать на клей для глиттеров вот такая красота девочки так и все равно и все равно это палетку у меня о фаворитах обожаю давайте сюда положу она сама как елочная игрушка так еще одна палеточка это была лимитка эссенс прошлого года новогодняя лимитка и мне ее подарила Бора я собиралась уже эту коллекцию пропустить когда пришел подарок но здесь в принципе такие посредственные оттенки немного такая розовая палитра а здесь бронзовая так давайте наверное сюда я перенесу вот 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 сатины чуть уходящие наверное в металлику очень хорошего стабильного качества эссенс сейчас следующие девочки так какую начать вам показывать давайте покажу вот эту палеточку это палетка мислин тоже был подарок от лоры дизерт найт металлик ай шедо палет здесь 4 матовых оттенка а все остальное а-ля металлический давайте посмотрим кстати не дешевые цены у мислин так давайте вот здесь нанесу но нужно экономить потому что у меня еще много палета которые я вам хотела показать три палетки блин уже как-то я растягиваю это вот качество в принципе похожее на то которое я вам показывала в палетках лимитках эссенс и революшн сейчас покажу но не совсем в один в один но вы сейчас увидите так красивый вот здесь прямо блесток такой шиммерный с блестками спарклами а вот эти они здесь тоже присутствуют такие блестяшки но не такие явные так матовые не показываю они здесь хорошие но ничего такого супер особенного так почему показываю вместе они у меня хранятся всегда вместе потому что как будто они мне кажется очень похожими мне здесь нравится в принципе и матовые хотя они могут иногда капризно ложиться так не дотерла палец ну вот три очень видно я нанесу матовые сюда потому что в принципе ничего ну интересно но так вот мне интересно сейчас блестки а нет нет вот это действительно тут есть такие блестки ну вот эти тоже как бы не супер интересные даже переносить не хочу интересные вот эти опять же таки блестящие тоже такие а-ля металлические вау да классная серия я видела у девочек и остальные остальные две да остальные две палетки девчонки приобретали их на скидках но я решила сдержаться и угомониться успокоиться на одной потому что если конечно я буду если бы я скупала все-все и не сдерживалась то и так я уже посмотрела по ходу у нас девочки с вами получается 10 серий будет если я на таком расслабоне как сейчас буду вам рассказывать о тенях то будет не 10 а может быть даже 15 очень долгий сериал будет продолжаться до старого нового года вот вот это девочки блестяшки революшн а вот это мислин мислин палетка на бьюти бэй стоило аж до 20 евро по моему по полной цене революшн по полной цене стоили вспомнят бы по моему 7 или 8 евро а потом они с 50 процентной скидкой продавались так и вас ждет стеллар коллижен ой блин а я думала я другую взяла ну ладно стеллар коллижен тоже классно это вот та серия про которую я вам говорила галакси бич косметикс здесь 17 запеченных теней ну это просто восторг девочки все эти блестки так надо уменьшить просто все эти блестки это что-то с чем-то это такая красота нереальная сейчас буду переносить с вами и вы увидите так так вот этого нужно побольше нанести какой-то был вот вот так возможно даже нужно чуть-чуть экономить потому что я хочу еще тени нанести так вот такая прелесть это запеченные тени печь косметикс ну понимаете почему я говорю что хотя бы одну палеточку с запеченными тенями ну просто необходим просто must have иметь великому тенеманьяку так четыре вот этих теперь четыре вот этих маленьких вот эти которые белые это не просто белые это голографический тень вот этот например розовым отливает но по-моему не видно это совершенно так вот тут внизу нанесу а вот тут по-моему видно 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 девочки я просто хочу еще одну палетку блестки сюда поместить поэтому так экономлю место чтобы вот тут вот еще поместилось вот такая красота при дневном освещении когда пасмурно вы знаете девочки эти тени они смотрятся я бы даже сказала очень посредственно но как только выходит солнышко или при таком освещении электрическом электрическом вот они вот так вот начинают сверкать просто это такая красота так смотрите ну вау так так что если вы например купите ее будете при дневном свете тестировать вам покажется что это очень и очень посредственная палетка так давайте я вот этот зеленый возьму еще двоечку вот эти я пропустила здесь потому что мне как я сказала нужно для другой палетки место или я вам уже их покажу сюда наверное на ладонь нанесу хотя это все равно неплохо будет смотреться так так какой я вам вот этот хотела забить и белый он в принципе такой тоже отливает таким розоватым по-моему так давайте вот тут нанесу ну оно конечно не то же самое но просто кожа на веках скорее похожа на вот эту вот кожу чем на кожу ладони просто здесь а могла бы здесь нанести ну ладно хотя давайте я еще раз повторю а то прямо не очень не супер пупер как красиво мне кажется здесь посимпатичнее смотрится вот вот и девочки показала вам эту красоту так здесь теперь закрываем это вот это была палетка Stellar Collision Pitch Cosmetics и теперь подходим к последней палетке которую хотела показать это Наташа Дуновна дело в том девочки то что если смотреть на эту палетку при дневном освещении то она кажется очень посредственной эти блестки вообще ну непонятные Анастасия смотрится даже без искусственного освещения как-то красивее но как только попадает солнце солнечные лучи или просто освещение больше или электрическое освещение вот тогда блестки начинают играть и вот сейчас я вам покажу так вот эти вот еще осталось и мы посмотрим их не просто так а именно рядом с днями Pitch Cosmetics и Revolution то есть вы видите, да? не знаю как вам показать еще эти блестки то есть здесь есть вот эти вкрапления мелких блесточек которые выделяются вы знаете она не такая уж и крутая смотрится на фоне остальных блестяшек так все равно давайте нанесем и остальные так еще бы на пятку нанесла так девочки я помогу себе показать вам сводчи ну вот вы видите, да? что в принципе если вы хотите блестяшки а в бюджете тоже можно найти вполне себе достойный не вполне себе, а даже очень-очень достойный ну да, ну сатина это конечно сатина революшен сравнивать с Наташей это конечно не самая классная идея ну например вот эти, да? вот эта серия она смотрится все равно очень достойно вот хотя мне кажется все равно не очень видно как же вам приблизить что ли вот теперь концентрируйтесь, девочки теперь вы можете рассмотреть но при солнечном освещении если бы сейчас солнечные лучи сюда падали они бы еще симпатичнее смотрелись но все бы денюшки смотрелись бы симпатичнее посмотрите на этот фиолетовый бич косметикс вот это сверкалки вот это вот все бич косметикс было, да? а выше у нас вот это это все меслин тени и вот здесь вот революшен так 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 девочки все я устала вот это была палетка которую я вам хотела показать ну а матовые вы видели в макияже их нужно на веки уже смотреть вот этот только я не перенесла но он не супер какой крутой то есть он тут на фоне всех остальных мне кажется затеряется будет смотреться очень даже посредственно вот девочки на такой вот красивой ноте я буду заканчивать видео всем вам хорошего дня и до следующего видео будет еще очень много серий все девочки ой 안녕 Продолжение следует...